МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Выслухать кожного. Сегодня у Мазыры прошла панельная дискуссия об удосканаливании работы Галиной Адукации. Профилактика коронавирусу у Гомельской области регулярно дезинфицирует громадский транспорт. Древы по восени садить. У регионе протягивается озеленение населенных пунктов. Правила тихого полевания. Медики означают рост колькости отручевания угрыбами. А зараза, об этом меньшим, больше подробязна. Выслухать кожного. Сегодня у Мазыры прошла панельная дискуссия на тему удосканаливания работы Галиной Адукации. Сюда приехали специалисты шести районов. Калинковицкая, Наравлянская, Ельская, Лельчицкая, Житковицкая и Петриковская. Самые актуальные пытания и пропановы будут представлены на Усебелорусском народном сходе. Инициатором проведения диалогу выступил у педуниверситеты Мя Шамякина. Идею подтримала Галонная управление адукации Гомельского Аблвы-Канкама. Саправдой, пытания, у которых потребуют выражения, назапасилася шмат, причем литерально на каждой ступени адукации. У детских садках, например, пропонуется снизить колькость дзен, которые можно пропускать без поважливой причины. Это связано с тем, что дети таким чином не могут отримать добрую подрыхтовку до школы. До того же, займают место тех, кому их не хотела. Еще один на керунок разъедет дистанции на адукации. Что тычется прав тех адукации, тут важным является научение дорослого насельства за потребованным профессиям, а также открытие новых актуальных специальностей. Была закранута и тема до профильной адукации и педагогичных классов. Выказанная пропонова не с выпускных классов, а ранее займаться подрыхтовкой детей до поступления, например, у педагогичной установы и адукации. Стоит обсуждать вопрос, что будущих педагогов надо готовить не только в пределах университета. Эта работа должна начинаться системно в школе. И в свое время было правильное решение озвучено и реализовано в плане педагогических классов. Когда отбирают в школьниках, их правильно готовят. Их вводят в профессию уже в школе. И когда они уже поступают в педагогический университет, на педагогические специальности, это дети уже подготовленные, они уже знают, на что идут. Они имеют навык работать с учетами в школе, уже как с коллегами. И вот этот момент мы считаем важным акцентировать, усилить. Увеличить количество, может быть, педагогических классов, может быть, изменить критерии отбора педагогических классов, может быть, изменить порядок правила приема в ВУЗы. Марафон диалоговых пляцовок протягнется обмеркованием самых актуальных питаний у инших сферах. Подробязный сюжет глядите у завтрашних выпусках новинов на «Беларусь-4 Гомель». Завтра же хары в области могут вернуться по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельске Маблы-Канкаме на пытании грамадян откажет керавник справ Алена Кличковская. Телефон для сувязи 33-12-37. В этот час принимать звонки будет первый наместник старшини Гомельска Хагарвы-Канкама Александр Германов. Номер 33-09-59. Промые линии, як и звычайно, працуют с 9 до 12-1. Профилактика коронавирусной инфекции. У Гомельской в области проводят дезинфекцию громадского транспорта. Размова идет про городские и международные маршруты. Санитарная працовка ожитивляется перед выходом автобуса на линию альбо подчас перезменки на кончатковых станциях. Распрацованный специальный график на один салон отводится в среднем 2 хвилины. Такие меры повинны застирать как пассажиров, так и супрацовников автопарков. Тщательным образом и большое внимание уделяется обработке именно тех мест, так называемые, до поручни, там, где идет контакт человека, то есть рука держится за поручень, сидение, значит, ручка сидения и так далее. Обрабатывают автобусы у нас 12 человек, которые прошли специальную подготовку, специальный инструктаж, одеты соответствующие они с средствами обеспеченной индивидуальной защиты и у них 5% раствор дезинфицирующего вещества. Одночасово с этим строго контролируется захование водителями и кондукторами масочного режима. У автопарках створаются запасы антисептиков и средств индивидуальной обороны. Аналогичные меры рекомендовали принять и приватным перевозчикам. Сене напереды дня 1-го дня озеленения у СДУ Жречицкого проспекта у Гомелли высадили древы. Организаторы и удельники акции – Гомельский областный комитет природных ресурсов и Ахова новокольного сяродзя, а так само предприемство Кирмаш. Озеленение территории застается для региона актуальным пытанием. В осенний период 2020 года в области высадено около 70 тысяч древ. Пильная работа ухэтым напрямку протягивается. В городе Гомеле и районных центрах будет высажено более 20 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение населенных пунктов является благоприятным экологическим фактором для создания комфортных условий жизни и здоровья наших граждан. Кроме того, экологи подкресливают – посадка древ будет протягиваться в весь костричник. Долучиться до корыстной справы может кожным. Завтра областный комитет природных ресурсов и Ахова новокольного сяродзя запрашивает всех жадающих на озеленение у Кораневцы Гомельского района. За вересень управления с минулыми месяцами 2020 года количество случаев отручивания грибами увеличилось, а маль у двоя. Так само зафиксированы смиротные заходы. Специалисты нагадывают – дренное ведание видов грибов, а так само игнорование правилов их сбора и опрацовки ведутся до самых непродказальных наступствов. Среду всех небактериальных харчовых отручиваний у грибное займает ведучее место. Особливую небеспеку представляет паханка. Если отравление другими грибами может начинаться через 30 минут, час, два часа, то здесь, как правило, вот этот период до начала клинических проявлений может занимать 6-12 часов, сутки, даже больше, то яд уже начинает действовать, а помощь пациенту еще не оказывается. Но так или иначе, попав в организм, такой яд вызывает повреждения печени, почек, других органов, систем, и организм может погибать, и смертность может достигать до 95%. Треба ведать об элементарных мерах профилактики, избирать только знакомые грибы. Не куплять на рынку пошкодженные грибы, консервы и икру с этим продуктом. Необходно памятать, грибы худко псуются, тому откладать опрацовку не рекомендуется. После сбора дары лесу треба старанно мыть, а воду после отварования обовязково зливать. Есть грибы двух типов. Есть грибы трубчатые, если белый гриб повернуть нижней частью шапочки к себе, и посмотреть, там будет такая типа мочалочки, вот это называется трубчатые грибы. Есть грибы пластинчатые, к которым относятся сыроежки, бледная поганка и ряд других грибов. Постарайтесь избегать от сбора любых пластинчатых грибов. Грибы повинны быть выключены с рациону детей. Так само их не раяць уживать людям пожилого взрослого и тем, у кого есть хворобы печени и обмену речевого. У 80-х годов все только начинается. Гомельский областный центр народной творчести отзначил свой юбилей. Свято просвятили аматорской творчести и на доходящему дню работников культуры. На мероприемстве побывала Ганна Корольчук. На областное свято Скрыниц Животворных запросили у все коллективы организационно-методичных подразделений у центра в области. У фаэты отроляли гостей с устракала выстава декоративно-прикладного мастерства народных майстров в области, а так само дегустация страу региональной кухни. Музыканты створали святочный настрой, ожидающим могли принять удел в программе народных бытовых танцев танчим разом. Подчас концерту супрацовники центра отрымливали подарунки, веншевание и подяки администерства культуры и Хомельска Хаббл-Ваканкама. Поверьте, не любить своей работы и не делать ее качественно нельзя. Поэтому, конечно, человек, который приходит в это учреждение, остается и всячески развивается в нем, отдает большую часть своего времени и жизни, это люди, золото, это люди, фундамент, на котором сегодня и развивается вся отрасль культуры. Гомельский областный центр народной творчести – методичная установа, якая поддерживает культурные инициативы во всех районах Гомельщины и содействует духовному развитию нации. Ее сопрацовники створяют умовы для захования и поширения нематериального богатства беларусов, от развития народной творчести до организации вольного часа. Центр допомогает подрыхтоваться у всех значных областных святов, среди которых фестивали Берагиня, Клич Палеси, Сошский Карагод. При этом коллектив становились совсем невелики, у всего 23 человеки, однако все – соправданные мастеры и аматеры своей справы. Это творческие, креативные люди. Я с уверенностью могу сказать, что это энтузиасты, это подвижники, это просто патриоты, потому что это люди, которые занимаются самодеятельным и любительским творчеством, обрядами, ремеслами беларусов, также популяризируют это на международном уровне и очень любят свой родный кут, свою малую родину и свой народ. Ганна Краячук, Валерий Гопанькот и Ля Радо, компания Гомель. Молодежное скрыжевание. Сегодня активисты БРСМ организовали квест-гульню для наученцев средних специальных научных установок Гомеля. Дождливая надворья не перешкодила молодцы собраться каля палацово-парковых ансамбля. Пять команд отрымали маршрутные листы. У каждого 12 заданий, которые нужно выполнять на разных пунктах по всей территории парка. Гульня включает множество тем и направлений. На моем пункте это связано более с советским прошлым. Там также нужно будет применить знания иностранных языков. На каких-то станциях нужно будет проявить свои спортивные навыки, на каких-то свои музыкальные и так вот по пунктам. У допомогу дельникам QR-коды и подкастки квест «Молодежное скрыжевание» проходит у Гомеля в першиню. Его задачи – формирование патриотичной свядомости, популяризация здорового галаду життя, а также показать, насколько важная взаимовыручка и умение працевать в команде. В планах организаторов провести молодежное скрыжевание среди школьников и наученцев ВНУ. Бесстрашные бойцы с вогненной стихией. Под Гомелем завершился чемпионат по пожарно-вратовальным спорте. У лидерах спортсмены из Минской в области гомельчане спынились за крок от первого места. Другий день с поборництва и их выники у наступным репортаже. У другий день с поборництва спортсмены вызначали лепших только у одной дисциплине – боевым разгортванье. Это видовищный и активный выгляд с поборництва. От каждой команды потребовалось по сему дельников. Спортсмены повинны были с выкористанием мотопомпы выконать забор воды из усталяванной еместости, проклавши для этого магистральную линию. И с труменем воды со ствола утрапить у мишень. Усе дружины выконывали подзвес спробы, уличывался лепший час. Переможцами у этой дисциплине стали спортсмены из Минской в области. Яны по традиции этого спорта окунули тренера в бодню с водой. У сего из поборництва худельничали 8 команд из всех областей. У каждой по 10 мужчин и 3 женщины. Нагадаемый первый день из поборництва у спортсмены вызначали наимодснейших в дисциплинах подъем по штурмовой лесвицей на поверхе в учебной вежи и переодоление 100-метровой полосы с пирожкодами. Переможцы вызначились во всех категориях. Погода, конечно, вносит свои поправки, но если ты готов, то, наверное, ничего не мешает. По сегодняшнему дню боевое, в основном работаешь с водой, то есть, мне кажется, это не сильно влияет на результаты. Кстати, времена неплохие. Традиции белорусских огнеборцев протягиваются и промножают новое поколение выратовальников. Регулярные споборницы по пожарно-выратовальным спорте допомагают проверить навыки. Переможцами турниру стали спортсмены из Минской в области. Сребро завоевали атлеты наших региону, а бронзу повезли додому представники Гродна. Как всегда в лидерах мы видим команду Минского областного управления, команда Гомельского областного управления не отстает. Ну и в этом году мы смотрим, что команда Могилевского областного управления показывает достойный результат, и я думаю, что они будут обязательно на пьезе стали. Для дорослых спортсменов чемпионат Беларуси стал заключным турниром в этом году. Сезон 2021 для них почнется в студине, а вот молодь поедет в Снежный на колядные старты в Санкт-Петербург. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель. Температура поветра в Беларуси в выходные дни чекается высшей за климатичную норму. В субботу 10-го кастричника в регионе будет воблачно с прояснениями. Ночью местами пройдут дожди, мягчим и туман. Ветер прогнозуется у основных по дневозаходни, слабы. Температура поветра в ночи в складе 12-14 градусов выше и за нуль, днем до плюс 18. В неделю будет переважно без опадков. Ступки термометров покажутся у ночи до 13, днем до 17 тепла. В начале наступного тыдня захавается поступление теплых и вельготных поветранных масс с полдневых широт. В понеделок по полдневому сходу чекается плюс 17-19 градусов. Это и так сама иншая новина, информацию об проектах телерадиокомпании Гомель. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. В суде советского района Гомеля вынесен приговор по делу автомошенников, которые были причастны к кражам дорогих иномарок в России и перепродажи их в Беларуси с перебитыми винномерами. По делу проходили трое гомельчан. Расследование длилось более двух лет. Накануне в суде огласили приговор мошенникам. Схема была проста. Элитные авто похищались в России, пригонялись в Беларусь. Местные умельцы вваривали новые винномера и так подбирали цвет, что без специальной экспертизы невозможно было обнаружить подделку. Всего было продано около 40 похищенных автомобилей. В качестве потерпевших были признаны несколько десятков человек. Многие из них даже не подозревали, что купили краденое авто. Причем у некоторых машин по несколько раз сменились владельцы. Теперь, согласно решению суда, все иномарки должны быть возвращены первоначальным хозяевам в Россию. А мошенников обязали выплатить потерпевшим полтора миллиона рублей компенсации. Также участники банды получили сроки от трех до пяти лет лишения свободы. В Гомельской области отмечается рост случаев аварий с такси. С начала года по вине водителей службы извоза произошло 8 ДТП. Один человек в них погиб, 8 были травмированы. Остальные происшествия с такси случились по вине других участников дорожного движения. Так, накануне в Новобелецком районе Гомеля Митсубиши въехал в задний бампер Рено Логан, который находился на маршруте и совершал поворот налево. Вдавленный капот, разбитые фары и отсутствие крыльев – результат несоблюдения дистанции. На заднем сидении Митсубиши находились два пассажира, оба с признаками алкогольного опьянения. Рассказали, что их водитель после столкновения с места аварии ушел. Совместно распивали спиртное. Ну, товарищ подошел, здрасте, здрасте, ну там, я не выпиваю, ничего. У тебя, ну, документы есть какие-то? Ну, на машину, на управление. Да, есть. Все, поехали. Ну, ударились. Он сошел, все. Ну, мы остались там, вызвали ГАИ и все остальное. То есть сбежал ваш водитель? Ушел. Ну, или убежал, да. Вон туда. Водитель такси пояснил, что побега виновника ДТП не видел, так как не сразу сориентировался в ситуации. Сейчас версия пассажиров, находившихся в Митсубиши, проверяется компетентными органами. В агрогородке Велитин Хонинского района пожарные спасли мужчину. В его доме начался пожар, о котором МЧС вовремя сообщили соседи. Спасатели нашли хозяина дома на полу в кухне. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Был выведен на улицу, но в госпитализации не нуждался. Причина пожара устанавливается. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. А вот пожар, который случился из-за непогашенной сигареты в Брагинском районе, унес жизнь человека. В деревне Карловка из-за возгорания в доме погиб 50-летний мужчина. Спасатели нашли обгоревшее тело хозяина в ходе разведки задымленного помещения. Мужчина не подавал признаков жизни. В МЧС еще раз напоминают, что неосторожное обращение с огнем при курении – главная причина гибели людей на пожарах. Всего же за минувшие сутки произошло 4 возгорания. Огнем повреждены 4 строения. На оказание технической помощи спасатели выезжали 11 раз. Накануне в МЧС поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на улице Минской областного центра. Пожар бушевал в прихожей и коридоре. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возгорания – занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Матчи шестого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу состоятся в предстоящие выходные. БЧС завтра отправится в Минск. Железнодорожникам предстоит противостояние с «Динамо-БНТУ». Старт матча в 12-15. В Гомеле ВРЗ сыграет с Минском. Поединок пройдет, как обычно, в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 14.00. ЦКК играет и в воскресенье. Светлогорская дружина совершит вояж в Оршу, где попробует взять очки в матче с чемпионом Витеном. Центральный поединок 21-го тура чемпионата страны по футболу в первой лиге пройдет завтра в Речице. Лидер «Спутник» ждет в гости «Арсенал», идущий на четвертом месте. Игра на поле Центрального в райцентре стартует в 15.30. Светлогорский химик в 21-м туре принимает «Слоня». Гомель отправится в гости к лиде. Эти поединки также состоятся в субботу. «Локомотив» в воскресенье встретится с Оршей на ее поле. В волейбольных чемпионатах Беларуси в предстоящие выходные также насыщенная игровая программа «Мозырьская жемчужина Полесье». Завтра в Минске играет с дублем «Менчанки». Полпред нашего региона в элите мужского чемпионата «Энергия» отправится в гости к западному «Бугу». В первой лиге вновь гомельское дерби. На паркете «Локомотива» завтра сойдутся «Газовик» и «Бумпром». Начало поединка в 17.00. К болельщикам на трибунах просьба от организаторов соблюдать масочный режим. Гомельская из «Дюшор Энергия» отправится в гости к Оршанскому взлету. После трехнедельного перерыва, вызванного сбором нацкоманды, женский гонбольный Гомель возвращается к делам чемпионата страны. Завтра подопечник Тома Жачатера на выезде играют с Березиной. В турнирной таблице гомельчанки пока имеют стопроцентный результат. Три победы в трех поединках. Соперник одержал две виктории в трех матчах. Дуэль с лидером. Хоккейный клуб «Гомель» завтра играет с «Шахтером». В турнирной таблице экстралиги «Горняки» на первой строке, а подопечник Сергея Стасия на третьей с отставанием в два балла и игрой в запасе. Матч пройдет с Олигорским. Начало в 13.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...